Фишка такая есть в Шотландии, что на свадьбах все мужики обычно в килтах и в традиционных шотландских костюмах и обязательно они должны быть без нижнего белья. Мы когда зимой приезжали сюда, трубач стоял, играл, был мороз и он стоял в юбке. А мы сейчас, кстати, катаемся по Эдинбургу. Эдинбург это столица Шотландии. Город, кстати, который находится на семи холмах, так же как и Рим, на берегу Северного моря. Правда, погодка мешает насладиться полностью. Но с другой стороны, это Шотландия, здесь такая погода, в принципе, часто. Поэтому вот колорит такой местный по полной программе сейчас выхватываем мы и вы вместе с нами, ребятушки. И такой подарочек нам делает Антон. Мы едем в центр города погулять, просто подышать воздухом местным. Ему из какого-нибудь шотландца килт сорвать. Город еще этот называется Гарри Поттернбург, потому что здесь был написан вообще весь Гарри Поттернбург. Паркингами тоже жопа, как говорили в Англии, получается, да? Ну не так уж и много паркингов. Обычно в карманах останавливаются на ночь. А безопасность как здесь? Если ничего вытащить нельзя, то просто открывают ворота, чтобы туда даже не завязали, чтобы все видели. По поводу безопасности, да, все очень просто. Никогда себя нельзя подвергать никакой опасности, если ты видишь, что у тебя пытаются своровать товар, продукт, я не знаю, все что угодно. Просто отойти в сторону, позволить сделать все, что человек хочет и ни в коем случае не встревать, ни в какие конфликты. Даже, ну, говоря до того, что доходит, если тебя машину захотят отобрать, друзовик, отдай ключи и пусть едет. То есть геройство не приветствуется, да? Абсолютно нет. Еще одна фишка есть, что если с машиной что-то случается и на трассе встаешь на обочину, как бы это везде инструкция такая, что ты оставляешь машину, ставишь аварийки, одеваешь жилетку и отходишь от машины там на 20-25 метров. Через какое-то время приезжает микроавтобус, встает за тобой, поднимает большую вывеску, знак, что там или сломалась машина, или все что угодно, стрелка в объезд и остается до тех пор, пока машину не отремонтируют или не увезут. И сколько зарабатывает в Шотландии водитель на рынке уже? От 1400 до 2000, ну вот так. Когда фунт, да, получается. Да, а соответственно, если ты работаешь или ранние смены, или ночные смены, или там когда-то перерабатываешь, там шестой день берешь, то где-то 2-100, наверное, после того года. Это в январе. Фунток. Но опять же я это говорю с того, что я видел в объявлениях, когда искал работу. Ну и опять же, каждый вечер возвращаешься домой, что интересно. Ну да, такая работа здесь внутренняя, она локальная. Но опять же, если ты спишь в машине, то у тебя сверху суточные получаются, еще добавляются. Еще, кстати, интересная штука, что на прицепах у них номеров нету, и они вешают номера тягача. Ты посмотришь, что на прицепе такой же номер, как на тягачах. Серьезно? Да-да. Если ты меняешь прицеп, ты просто свой номер знаешь. Майки целые? Интересные. Да. Спасибо за экскурсион. Вам спасибо, что получилось все, доехали вовремя. Тебе вообще что, сорвался? Да, только удовольствие. Из Глазго. Из Глазго до сюда получается 340 километров. На собаках. На собаках, да, через море замерзшее. На упряжках собачьих. Он сейчас вот там за углом припаркуется и не меняет транспортное средство. Это, кстати, в Эдзенбурге такие гольфы выдают всем, кто из Глазго на собаках всегда приезжает. Спасибо вам, что продолжаете радовать нас, подписчиков, шикарными видео, картинками, шутками и юмором. Газу домой отдыхайте, ребят. Мы тоже пойдем. Алло, Леш, привет. Ну, я не доехал вчера. Никто вчера не сообщил, как бы, никаких планов. Я стал в Эдзенбурге, мы в безопасном паркинге, где, типа, не сливают ничего. Сутки перед выгрузкой уже не получится. Если только выгрузиться позже. Так что, пап, позвони еще с Вадимом. 17 кемов нам осталось до выгрузки. Возникло недоразумение у нас. Я команды просто никакой не получил. Как там, что делаем, не делаем какие-то там отстои перед выгрузкой. Потому что выгрузка у нас на завтра. По идее, мы могли суточный сделать. Пока до диспетчера дозвониться не могу, до своего, который меня ведет. Я дозвонился до главного. Человека, который по острову за загрузки отвечает. Ну, сейчас надо будет решать, как мы будем делать. Я думаю, что надо пробовать идти договориться о том, чтобы они сегодня нас выглядели. Если уже пойдут вот казняки, тогда уже что-то будем думать. Ну, а так уже, конечно, я быкся к левостороннему движению. Бортики при левых поворотах уже не собираю. Потому что первые там кольца, первые какие-то повороты налево при левом стороннем движении с непривычки пару раз бортики зацепил. Хорошо, бортики были маленькие, на резине это никак не отразилось. Работать можно. В паркинге, конечно, вернее их отсутствие, это полная жопа. В паркинге кармашки просто какие-то и все. Ну, и в кармашках в этих не рекомендуют стоять, говорят, потому что небезопасно. Более безопасными тут считается, как в принципе многие люди говорят, кто здесь по месту катается, это индустриальные зоны. И получается, вот мы уже две девятки, два отстоя таких сделали. Мы сделали их в индустриальных зонах под фонарями. И все прошло спокойно, баки целые, прицеп целый, тоже не наблюдается следов, что нас хотели вскрыть. Единственный, конечно, большой-большой такой минус индустриалок, это отсутствие условий. Туалет из everywhere, если есть кусты рядом. Ну, как-то вот в дождь я не отважился с газеткой в туалет сходить. Это одна штука, а другая штука тоже, капец, подготовились к съемкам, взяли дрон. А по итогу один раз только дрон в Польше запустили. И будет прикольно. В инсте прорекламировали, что съемки будут с дромом, все будет офигительно круто. А по факту, блин, как в Англию въехали, дождь просто не скончается, и дрона возможности запустить нет. Просто шайзе! Когда сюда въехали, Тёма, которого мы встретили, да, земелью нашего, он говорит, что, короче, говорит, вам не повезло с погодкой. И all the time будет дождик, дождик, дождик. Это британская погода во всей своей красе. 7 градусов тепла, лето, жара, красота. Да, уже 9 кемов осталось, да. Чао. Да, Вадим, привет. Там, короче, типа, я с Лешей созвонился, Панга, и у вас там, типа, запара получилось, то, что я, типа, суточник не делаю перед выгрузкой. Уфа не было просто никакой, я еду, как мне комфортно. И там раньше выгрузят? Выгрузку нельзя перенести, поэтому она будет пропадать. Да, и как бы надо было суточник делать. Сколько тебе это, Абердина? До 5 километров уже. А ты уже там. Давай тогда, давай. Ну все, мы в индустриалочке, в которой у нас выгрузка. Будет ли возможность тут отстоять, пока непонятно. Особо не видно места, где тут встать можно. Где-то здесь получается. Здесь у нас выгрузка, тут нас они выгружать не будут. Англичане, они, на удивление, достаточно пунктуальные люди, и склады загрузок-выгрузок, что касается действительно нас, они очень любят четкое время, время, так называемый слот, booking-слот. Поэтому для многих водителей становится сюрпризом, когда они опоздали на 15 минут, и их, к сожалению, не выгружают. Это стандартная практика. Те ребята, которые чуть более опытными, они знают об этом, и они предупреждают заранее. Для кого-то это может быть сюрпризом, поэтому я всегда всем своим ребятам говорю, что мы работаем по принципу застрахуй свою задницу. Не знаю, насколько это можно показывать в видеоролике. Но в целом, ребята, вы должны быть готовыми, что даже опоздание в 2 минуты для некоторых складов является критичным. Поэтому, если же вы видите, что может быть потенциально какая-то проблема из-за пробок или еще чего-то, причем в Англии пробки бывают регулярными, и они непонятно, как появляются и как исчезают, наверное, это связано больше с круговыми движениями, потому что вы увидите, что их там огромное количество. И если же заранее предупреждать вашего диспетчера, то проблемы такие можно избежать в 90% случаях. Поэтому не стесняемся, видим, что какая-то проблема, сразу же о ней сообщаем, и тогда спокойненько едем выгружаться и ждем указания от ваших ребят из офиса. Нас выгрузили в Абердине, сейчас с Абердина едем мы уже на загрузку. Тут четкий адрес пришел. Будет две загрузки, Фрассенбург, туда мы едем, все нормально, вторая загрузка будет Ларк Холл в Англии. Груза замороженная, температуру укажу позже. Будем грузить заморозку, две будет загрузки. Да, Ларк Холл по-моему, он где-то там в Англии, но где-то там под Глазго. Глазго, это Шотландия. Завтра нам суточный надо делать. Было бы зашибись, если бы суточный наш выпал на Глазго. Тогда бы мы там еще разочек с Антоном встретились. Абердин, третий город, кстати, тут по первые 10 лет своей жизни Байрон провел, поэт знаменитый, Пушкин местный. Ну и город, кстати, серым городом называют или серебряным городом называют, потому что весь центр, весь старый город, он построен из местного серого гранита. Абсолютно все здания исторические, они все из серого гранита, то есть он реально серый. Вчера, когда удалось там погулять, просто смотришь, реально все дома серые. А летом, вернее летом, сейчас лето тоже, солнечный день, говорят еще, что там он подблескивает. Какие-то там вкрапления какого-то там, чего-то есть, и оно блестит, как серебро на солнце. Но вчера это увидеть не удалось, а сегодня солнечно, но мы в объезд центра идем. Вчера, чтобы погулять по городу, по местному, пришлось покупать дождевики, чтобы не намокнуть. Сидеть в кабине целый день желания не было, надо было размять косточки. Вот рядом был магазин Lidl, по фунту там купили чехлы для себя, оделись в чехлы дождевые и пошли гулять. Слушай, вообще, да, климат здесь такой не самый приятный. Ну, зима только что, да, теплая, относительно теплая, плюсовая температура, редко когда здесь мороз, бывает редко когда снег. В принципе, круглый год плюс-минус одна температура, одна погода, серая, дождь. Кстати, половина населения Шотландии не против отделиться от Англии. Там даже референдумы неоднократно проходят, проходили об отделении Шотландии от Великобритании. Сепаратистские настроения у них тут присутствуют. В последнем этом референдуме почти 48 где-то процентов людей проголосовали за выход из Британии и Шотландии. У них, кстати, свой парламент тут даже есть. Язык гельский. Знаки многие на двух языках. На английском и на гельском языке. Гельский язык вообще такой, не знаю, с чем похоже. Это не диалект английского, это отдельный язык. Он вообще звучит по-другому. Он звучит как... Вот как-то так он звучит. Ну, так, по крайней мере, Антон говорил. Он сказал, добро пожаловать на шотландском. Но это звучало как, я тебя зарежу. Город, кстати, большой. Так вот еду, смотрю. Ну, не Лондон, конечно, не Париж. Но учитывая то, что этот город на отдалении находится, на севере острова британского, то большой достаточно. Я не думал, что здесь столько людей, машин, домов будет. Думал, так вот какие-то просто аулы местные, шотландские, горные с овцами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эдгар Лосинский был в той же вашей сфере, он тоже реп писал. А ты тут живешь, да? Да. 20 лет, да? Нет, в октябре будет, наверное, лет 12 уже. Прямо тут, в этом городе? В этом городе, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова В 16 палет на первом месте мы загрузили, это городок Фразербург. Блин, и что удивительный прикол, конечно, то, что встретили земелья здесь, из моего города, работает здесь, живет 12 лет уже, и он нас загружал. Короче, и он меня узнал, узнал меня не как там дальнобойного блогера, а как Пашу Короля из Далгополса, который танцевал когда-то брейк-данс в клубе Миллениум, я в общем в шоке. Ну и он говорит, что здесь очень много людей из нашего города в этой местности. про погодку немножко рассказал, говорит, что с погодой и тут жопа полная, шторма постоянные, ну потому что это на окраине так находится, острова со всех сторон как бы обдувается ветрами северными. да, едем мы вот сейчас из этого городочка выезжаем, едем сейчас в сторону Глазго, у нас недалеко от Глазго будет загрузка, получается 315 километров до туда, и сейчас ну грубо 12 по местному времени, есть вероятность, что контора там будет закрыта сегодня, завтра работает контора или не работает, это одно, а второе то, что нам завтра надо на суточные стать, в час дня по Латвии, надо стать на суточные, поэтому скорее всего сутки мы проведем в Глазго. да, загрузили мы кстати креветки, тут фирма в которой мы грузились, она вот на креветках специализируется, мы хвосты конкретно креветочные везем, а хотя там повсюду валялись клешни крабовые, так значит еще и крабами они промышляют. Крабно-креветочный промысел шотландский, груз у нас кстати на Италию, но в Италию мы в этом рейсе не поедем, мы прицеп довезем только до Кале, там у нас будет прицеп, прицеп будет либо с пустым прицепом, либо уже загруженным на дым.